И снова всем привет, дорогие дамы и господа. Мы проходим наш специальный тренинг по специальному мануальному массажу. И начинаем с самого простого. В сете номер один я уже сказал про подготовку, когда мы устанавливаем рапорт с человеком, когда мы анамнез его узнаем, про беспокоит, что беспокоит, протестировали пальцами, мышечное тестирование. Почему именно мышечное? Потому что в 80-90% случаев проблема именно в мышцах. И теперь начинаем с сет номер один. Это мы наносим масло на противоположную сторону. Работать начинаем только с противоположной стороны и со стороны сердца, то есть с левой стороны начинаем работать. Вот. Это поглаживание. То есть я особо ничего пока не растираю, не разминаю. Просто поглазил, нанес масло. Сколько нужно масла? Ну, столько, сколько нужно для каждого человека индивидуально. Вот у него волосатость нулевая, да, я на ощупь чувствую, что нормально. Тургер кожу как бы тянется, да, чтобы мы не скользили. Излишняя скользкость нам не нужна. Если волос побольше, да, побольше добавляется масло. Если вы чувствуете, что у человека впитывается масло, да, допустим, достаточно быстро, ну, есть такой вот лайфхак. Нанесите себе немножко масла на тыльную сторону руки. И как бы, поскольку мы работаем в основном открытой ладонью, да, то эту часть мы редко задействуем, да. Потом, когда она нам понадобится, мы ее как раз снимем с руки. Подможка, например. И уже будем работать отдельно с этой частью. Сразу начинаем с растирания. Растирание идет от общего к частному. Все наши, давайте так скажем, основные принципы. Идем всегда от общего к частному, то есть от всего участка, вот прямо от шеи, от того, где волосистая часть заканчивается, да, до ягодицы. Ягодица у нас идет до вертела. Не половина ягодицы, а именно до вертела. А потом уже деревно-сегменты. Там плечо-лопаточная зона, поясничная зона, пояснично-крестцовая зона, ягодичная зона, ну и так далее. Идем всегда от поверхностного к более глубокому, то есть растирание у нас это кожа. В следующем сете у нас будут вибрации. Вибрации, они воздействуются нам на кости. То есть мы кости трясем. Мы стрясаем кости, да, вот именно в кости упираемся. Потом пойдут у нас разминания. Третий сет. Это уже на воздействие на мясо, на мышечную, фасциальную структуру, связки, да. Все мы там будем растягивать, разминать. Потом идут разминания также кулаками. Более жесткие просто, доходим уже до суставов, до связок. Потом идут у нас разминания локтями. Но это уже с декомпрессией. Это уже именно воздействие тоже на кости. То есть мы кости тянуть будем, да. Вот, потихонечку, то есть ходим глубже, глубже в тело человека. И таким образом мы усиливаем наше воздействие, чтобы его подсознание тоже не пугалось. Если бы мы сразу начали локтями давить, да. Он бы вздрогнул, дернулся. Где-то замкнулся внутри, да. А может даже обиду затаил, но она бы не сказала. Может быть и так. Значит, смотрите, опять воздействие на кожу. Общая зона. Растираем поперек всей этой зоны. Паузу. Значит, вот мы растираем, получается, открытой ладонью. Как угодно можно растирать. Это уже там, может, профантазировать. Можно вот и ребром ладони, да. В чем отличие от растирания, мы должны слышать шорох вот такой. Шух-шух-шух-шух-шух-шух. То есть, мы не на глубокие ткани, а поверхностное воздействие. Потом спиралевидное растирание. Все движения идут снизу вверх. Как в сторону головы. Ну, тут зависит, смотрите, вот эти растирания от ширины вашей ладони. Если вы полностью покрываете тело, да, достаточно один раз. Если тело большое, ну, вот, две линии прохода. Сделайте по сбоку и по центру спины. Можно с утяжелением вторую руку поставить, да, с утяжелением. Потом продольное растирание. Снизу вверх вот мы растираем. И наше растирание переходит в прием стежки. Стежки, это мы вот ставим в ладони, прямо в ямку, вот между остистыми позвонками, да, и вот эта вот колбаска такая идет, да. Это паралитобральные мышцы, вот между ними надо попасть, вот сюда прямо. Начинаем от крестца до подключичной зоны, аж вот туда. Значит, делим на четыре, условно, зоны. Раз, два, три, четыре. Собственно говоря, они совпадают с мышцами. Вот этот вот валик мышечный, да, паралитобральные мышцы, она не единая мышца. Это многие мышцы, которые скреплены вот так вот. Получается, здесь шейно-воротниковая зона, нижняя часть груди. Раз, два, три, да. Поясница и пояснично-плестцовая зона, вот так вот. Значит, вот сюда мы входим, в каждой зоне по четыре делаем стежка. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Ныряем вот туда, прямо туда, от ключицы. Почему? Потому что трапеция, она же не тут заканчивается, она вот туда заворачивается. Мы трапеция растираем прямо вот туда. Теперь делим то же самое на три зоны. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. теперь на две зоны раз два как текло пошло чувствуешь вот развить покраснение уже заметно да чем мы добиваемся кинетическая энергия трения переходит тепловую энергию и теперь на одну зону действуем вот целиком только соблюдаем ландшафт тела человека где-то прогиб где-то горочка движение быстро энергично за счет чего чтобы наши руки не устали мы используем как выбор с точки единоборствах стойку то есть могут за счет перекидывания но когда движение от бедра точнее 5 5 сначала довернули потом бедро потом корпус потом как удара делается да таким образом больше энергии кинетически передаем человеку и сами в этот момент не как бы не перетуждаем свои руки видите как достаточно быстро вторая рука она у нас как механик работает можно назад если вы устали можете за плечо держаться человек и еще один основной принцип у нас где остановились там продолжаем во первых принципе еще один был мышцы если мы взяли то дорабатываем до конца не только здесь заканчиваем да прямо вот поверить обратно всю до конца закончили здесь здесь у нас появляется плечи-лопаточная зона где мышцы растут от кончика плеча вот так вот веером да соответственно мы также по принципу теперь пенникулярно параллельно вдоль мышц продольное растирание ребром ладони открытым ладони потом оставляем открытым пальцем отводим а второй на ребро уже получается под палец мы будем такую твоих вот видите мышечный валик уже переходный момент растирания к разминанию поменяли руки и у нас уже включается все предплечье от мизинца до локтя также будем валик вот сюда под эту руку это все продольно поменяли руки уже шею затрагиваем ведь ушли дополнительно массиве можно с таким с доворотом техника rolling перпендикулярно это мышцы переставили руку руки да опять же по принципу экономики не надо для этого там бегать чтобы как-то встать вот так удобно как стоять так и стоим только корпус наворачиваем просто разные стороны развернули руку растерли поперечно и по такой диагонали дошли до конца до ягодиц здесь закончили там следующая зона крестцово-поясничная плечи если что-то там жаловать счет на какое-то конкретное место да можно вот такое растирание перекрестное подключить доходим до ягодицей а вы годите мышцы и застут вот так диагонально противоположно этим мышцам значит мы продольно вдоль них работаем все те же приемы открыто ладонью ребром ладони потом одну открыли гипотенор называется и потом полностью всей рукой развернули также перпендикулярно и уже под вот эти динами дошли до конца то есть кровь и лимфу гоним наверх получается вот мы всю эту зону обработали как и поперек и по спирали и вдоль и по диагонали вот такой и по диагонали вот такой то есть все растерли человек готов ему приятно он теплом согрет вот далее в отработанной зоне у нас есть так называемая выжимка она не относится никакому конкретному сету выжимка она воздействует на лимфу дело в том что у нас покраснение есть гиперемия да и мы просто можно после каждого приема ее использую для того чтобы увести лимфу к лимфоколлектором так называемым да где она собирается на часа на коллекцию нас паховая зоне плотно с утяжелением вот туда медленно уводим лимфу лимфа течет медленно да поэтому мы не торопимся теперь по боковой поверхности идем и уводим ее вот прямо плотно плотно прижав туда в подмышечную впадину там лимфоузла находится еще лимфоузла у нас находится вот по вот этой мышцы идут и туда уходит заключить по верхней поверхности теперь плотным обхватом выжимаем как из тряпки влагу поэтому выжимка называется и вот туда прям ныряем в подключичную зону вот прям туда все увели и можно переходить к следующим сетом сет номер два будет это вибрационной техники но об этом я расскажу вам в следующем видеоролике поэтому не отключайтесь подписывайтесь с вами был олег аллах гудрин пока пока